Песня о явлении Богоматери в Константинополе во Влахернском храме. Это явление было Блаженному Андрею Кресторадию Родимому, который удостоился быть в раю в течение двух недель. В Константинополе редко бывает похолодание, но так получилось, что в течение двух недель была очень сильная и сужа, мороз был, а Блаженный Андрей, полуобнаженный, ходил по городу. И вот, неся большие подвиги, юродствуя, одаренный даром духовного зрения, и был вознесен по повелению Божию на небо. И Вадимый, ангелом Божиим, по обителям небесным, он видел красоты рая, видел сады благоухающие. А самое главное, что он сподобил себе есть, это животворящий крест Господний. Когда ангел Господний его подвел, чтобы он поклонился древу Господню, на котором Господь был растет, то после того, как он приложился, он ощутил необыкновенные благоухания, и, как он сам говорит, душа моя возрадовалась. Я получил необыкновенную духовную радость. А позревая дальше жизнь обители небесные, он видел сады прекрасные, множество птиц, которых пение так услаждало, что он говорит, я не могу это передать, ту красоту, которую я слышу. Он видел большие дворцы святых, которых веселье и радость неизреченное, везде словословие Божие. И потом был подведен к такому месту, где находился Господь Иисус Христос, сидящий на престоле. И перед тем, как открылась занавесь, в которой стояли два архангела, охраняющие как бы Господа, и сподобился поклониться Господу. И после этого он пожелал видеть и жилище Царицы Небесной. А ангел ему Господень говорит, ты хотел бы увидеть жилище нашей Матери Божией, Царицы Небесной? Ее говорит, нет здесь. Она ушла в грешный мир, помогать будем. Но он сподобился видеть ее в Константинополе, в храме. Он был своим учеником Епифанием, который впоследствии был епископом. И во время службы он увидел, что Царица Небесная явилась со множеством ангелов, архангелов, и покрывала своим покровом весь народ, который находился в храме. Блаженный Андрей обратился к своему ученику Блаженному Епифанию и говорит, видишь ли Царицу Неба и Земли? Да, говорит, отче, вижу и трепещу. Это говорит о том, дорогие братья и сестры, что Царица Небесная всегда с нами. Она здесь находится. Да и сейчас мы находимся в ее обители. Мы молились ей сегодня, и нет тамнения, все те, кто с усердием и с верой ей молился, просяя ее помощи, получат от ее утешения. Я хотел еще бы вам сказать о перенесении мощей святителя Тикона. Я кратенько вам сейчас скажу. Святитель Тикон, патриарх московский, после своего посещения, он находился на Троицком подворье. Кругом стрельба, расстрелы, революция. И на святителя Тикона много было клеветы, и особенно со стороны обновленцев. Что такое обновленцы? Живая церковь, как они себя называли. Наша церковь всегда была живая. Она никогда не умирала. Она и сейчас живет и будет жить до второго пришествия. Святящий Тикон был арестован. В это время на подворье находился один архиерей, уже престарелый. Святящий к нему подошел, рыдая, весь в слезах. А этот святитель обнял святящего, зарыдал и попрощался. Под конвоем солдат. Святящий был арестован. И сюда его привезли в тонкую обитель, где он находился под домашним арестом полтора года. Иногда ему разрешали выходить на балкон. Он благословлял народ. Был такой случай. Органы спрашивают, как себя ведет. Патриарх Тихон здесь. Говорит, он так ведет себя неплохо. Но почему-то, говорит, в ночное время у него все время горит огонь. Он молился. Он молился о спасении церкви. Можем себе представить, эти обновленцы в лице Веденского, Красницкого, Антонина и других стали очень клеветать на Святящего. И дошло дело до того, они его хотели лишить не только санов, как патриарха, но даже и монашеского чила. Вот какое было нападение. И в то же время Святящий Тихон был в это время в заключении. Он чувствовал, что переживает наша церковь русская сейчас. Они заняли лучшие храмы в Москве. Храм Христа Спасителя, преподобного Пимена Великого, в Сокольниках, который построил храм, отец Иоанн Хедров. И вот отец Алексей Мечов. Он был погребен на Лазаревском кладбище. Это кладбище стали ликвидировать. Перед своей смертью он говорит своим родным и отцу Сергею, сыну, протеерею, который был потом расстрелян. При моем погребении будут петь Пасху. А они подумали, батюшка стал заговариваться. И вот когда останки отца Алексея Мечова, это старец был великий, перенасили, перезахоранивали на немецкое кладбище, то вот время Святейший был освобожден. Теленик говорит, ваше Святейшество, вам необходимо встретить останки отца Алексея. Вначале он немножко поколебался, и вот тысячи людей встречают гроб отца Алексея. В это время неожиданно подъезжает Святейший Тихон. Народ увидал, подбежали к Святейшему, от радости стали и качать его, и запели Пасху. Да воскреснет Бог, и растачатся враги его. Значит, предсказание отца Алексея Мечова сбылось. И после этого освобождения эти изменники церковные были посрамлены. Народ пошел за Святейшим. Русский народ любил своего Святейшего. Все то, что было бы его возможности, он защитил нашу церковь. Он ее спас. Господь меня сподобил. Я его видел, я был на погребении, здесь вот, на середине его отпевали. Это было не погребение, это было прославление. В течение четырех суток, в день и ночь, вся Россия с ним прощалась. Но что было, когда я пришел сюда в 1948 году, то здесь девушки молодые провалили экскурсии и порочили святителя Тихона, Святейшего, что он не был прославлен. Я иногда прислушивался и своей стороны вступал с ними в спор и говорю, что вы говорите неправду. Это было. То есть были лица, которые против были прославления Святейшего. Но Святейший прославлен причислено к лику святых, и от его мощей мы сейчас получаем исцеление. Ко мне приходят, говорят об этом, от раковых болезней, от головной болезни, от всех болезней получают исцеление. Господь его прославил. И сейчас мы с вами слышим, в народе идет разговор. Когда же будет причислен император Николай? Это больной вопрос для всех глина русского народа. Есть противники. Вся его жизнь, нашего императора покойного, проходила в святости. Его дети, это были земные ангелы. Да и сама царица, не считая то, что она была не русская, она так полюбила Россию, что осталось здесь вместе пострадать императором. Император Николай был наисп победил своего духовного отца. И сказал, раскаиваюсь, что я оставил престол. Я был введен в заблуждение. Да? Министры ввели его в заблуждение. Якобы он должен отказаться для того, чтобы спасти Россию. В то время он мог уехать из России своей семьей. Он не уехал. Он остался здесь. И видя, что надвигается революция, видя измену кругом, и в то же время мы не можем забыть слова Святейшего Тихона, когда семья была расстреляна. Святейший Тихон выступил в обречении того правительства советского и говорит, что пролитая кровь императора ляжет на вас, на ваши головы, и что он мог уехать, но он остался добровольно, чтобы пострадать за церковь нашу и за нашу Россию. Вместе с нашим русским народом. Добровольный мученик. И живя под Орецком, в Апатерском, в Екатеринбурге, страшно читать те сроки, которые он терпел там. И его дети, царевич Алексей, будучи больной, мужестью на все перенес. И явление из огромного мира в Сербии особенно было. Да и здесь, кто в молитве обращается к нему, получает помощь. Да и явление было. На небе было явление, они находятся в сонме мучеников. От нас с вами требуется, дорогие братья и сестры, усилить молитву нашей Царицы Небесной. Сегодня ее покров. Здесь дом ее. Это наша Россия. И Россия по предсказанию святых отцов, наших подвижников. А их сотни тысяч, наших святых, что нам дала Россия, наша Церковь, наше православие, просияет на весь мир перед Вторым пришествием. И просветит весь мир. Это не мои слова. Это слова святых наших отцов, подвижников благочестия. На наших глазах мы сейчас видим, храм Креста Спасителя украшает Москву, который основал святые благоверные и великие княги Данил Московский. В то же время наша Церковь сейчас получила свободу. Монстари уже многие открыты. И храмы реставрируются. Казалось бы, все идет на улучшение. Но покаяния как такового у нашего русского народа нет. Нет. Нет у нас с вами покаяния. Нет той теплой молитвы к Царице Небесной. Молитва наша, наша русского народа, как нового, испарного Израиля, она сильна. И от нас с вами сейчас особенно требует наша Церковь, наша Русь многострадальная, особой молитвы к Господу, к нашей Царице Небесной, чтобы она водворила мир в нашей стране, чтобы послала нам мудрых правителей, чтобы наша Россия духовно возродилась. А в Евангелии сказано, ищите прежде Царствия Божия и правды Его, остальное все приложится вам. Все Господь пошлет. Если мир сотворен единым словом, Творец всемогущий. На негодовение изобилия всего будет. И духовного, и материального. Только надо жить, как Господь сказал. Ищите прежде Царствия Божия и правды Его, остальное все приложится вам, все вам дастся. Желаем вам, дорогие братья и сестры, чтобы Царица Небесная всех вас утешила, чтобы она спасла нашу Россию, она ее и спасает. И чтобы всем нам, а всем придется нам, быть на встрече второго пришествия нашего Господа, который приближается. Закрывать на это глаза нельзя. Господь влез в преддверии. И мы все с вами предстанем на суд Божий. И будет определено. Одни пойдут в рай, другие в адские мучения. Вот я вам всем желаю получить вечное Божиество, получить рай небесный. И там мы все с вами опять встретим, но уже в ином мире. Ибо мы с вами обновимся бы ныне тела, духовные. И будем как бы подобны ангелам. И уже радости нашей, ибо душа, созданная Богом, она бессмертна, как и Господь наш всегда был. И мы с вами будем жить вечно и бесконечно в той радости, в том обилии духовном, который сподобился видеть святый Андрей Христа ради и родивый, и священномученику Степрияну, и святой мученике Усины. Храни вас, Матерь Божья! Поздравляю вас, праздник! Поздравляю вас, праздник!